Привет, друзья! Сегодня по многочисленным просьбам мы с вами приготовим французский луковый суп. В 15-16 веке в каждом трактире старой Франции готовили подобные луковые супы. Луковый суп готовится, в общем-то, несложно. Главные ингредиенты это карамелизованный лук, хороший крепкий бульон, немножко вина, сухой хлебушек или гренки, как мы их называем, и сыр. Все это подпекается в духовом шкафу и подается. Давайте начнем. Первым делом мы с вами будем готовить бульон. У меня здесь 2 килограмма мясопродуктов. Это говяжьи косточки, обрезки курицы, ну и кусочки говядины. Сейчас мы их направляем с вами в духовку. Включайте на 160 градусов. Нам нужно получить такой красивый слегка золотистый цвет. Для чего? Коллаген, который находится в мясе, должен перейти в состояние желатина. А в состояние желатина он может перейти только при высокой температуре, при запекании. Желатин нам даст вязкость нашему бульону. А запеченные косточки дадут интенсивный вкус и аромат. Косточки у меня уже постояли в духовке полчаса. Переверните их. Так, чтобы они равномерно у нас с вами поджарились. Перевернули и опять в духовку. Еще на ближайших полчаса. Если косточки у вас подгорят, то есть будет чернота на них, все, бульон уже будет испорчен. Горелые кости дадут горечь. Пока косточки поджариваются, мы с вами не будем терять время. Нам нужно подготовить овощи. Овощи мы тоже должны с вами слегка подгреловать, для того, чтобы наш бульон получился максимально плотный, вкусный и интенсивный. Один лук-пурей. Необходимо его помыть. Под проточной водой не нужно мыть, потому что вы под проточной водой хорошо и тщательно его не промоете. Не сливаем. Вот так вот вытаскиваете. Все, пустякали. Включайте сковородку. Небольшой болгарский перекс сорт капель. Нарезаем произвольно. Одна морковка, одна луковица, небольшой кусочек сельдерея, штук шесть чесночин, буквально две столовых ложки оливкового масла, для того, чтобы смазать наш процесс. Не солим, не перчим. Добавляем мытые верочки тимьяна. Стрелуем до приятного золотистого оттенка. Вот этого достаточно. Овощи у нас раскрылись. Немножко оливкового масла. Грамм 200 помидорок черри или же 2-3 обычных томата. Нам необходимо, чтобы они у нас с вами прогрелись и слегка поджарились, даже лопнули. Вот что нам надо. Наши овощи готовы. Ждем, когда косточки подготовятся. Ну, ребятки, у меня прошло в среднем 50 минут. Видите, как они выглядят симпатично? Мясо хорошо подрумянилось, но в то же время не почернело. Все дело перекладываем в большую кастрюлю. У меня здесь 2 килограмма мясных продуктов. На каждый килограмм нам нужно полтора литра холодной воды. С листа теперь необходимо слить жир. Жир нам только все испортит. Он даст нам такой, знаете, мыльный оттенок нашему бульону. Поэтому нам не нужен. Во время варки мы будем тоже все время убирать жир. Здесь у нас, видите, какой прекрасный, замечательный нагарчик. Нам нужно его тоже забрать. Набираем горячую воду. О, ну, конечно, вот эти макушки. Драгоценность. Да. Бульонные. Ну вот, красотища. Итак, пол-литра у нас уже с вами есть. В итоге у меня получилось 3 литра воды. Ставим на плиту. Бульончик закипел. Убираем пенку. Вводим овощи. Бульон пока не солим. Добавляем неполную чайную ложечку черного перца, сухого горошка. Неполную чайную ложку душистого перца. 2-3 лавровых листочка. Через часок мы их уберем. Друзья, каким образом этот бульончик сварить? Так, чтобы он получился вкусным. Закрываем крышку. Делаем максимальную температуру. Как только бульон закипел, сразу температуру делайте на минимум. Варим в течение часа-полтора. Через полтора часа крышку открываем, варим уже с открытой крышкой. И все на среднем, на маленьком огне. Наш бульон варится. Прошел 1 час. На этом этапе убираем лавровый лист. Луковый суп традиционно подают с гренками или с крутонами. Как правило, посыпанные и поджаренные с сыром груер. Французский сыр. Если у вас такого сыра нету, используйте любой твердый сыр. Ну или какой, в конце концов, есть. Это не важно. В любом случае будет очень вкусно. Многие повара предлагают использовать для крутонов или же для гренок французскую булку. Я не рекомендую ее использовать. Почему? Потому что французская булка, она очень быстро раскисает. Как только вы ее положите в супчик, буквально несколько секунд, и все, и она становится уже такая вся... Кашей. Да, кашей, вяливой. Я вам предлагаю использовать чабату. Вот такой замечательный хлебушек. Он проходит процесс ферментации. То есть он готовится на основе закваски. Поэтому его мякоть... Вот я уже нарезал несколько штук. Его мякоть... Упругая. Да, очень упругая. И не так быстро раскиснет в супе. Почему я к этому супу не предлагаю гренки? Потому что гренки все-таки это достаточно большой кусочек хлеба. И когда вы будете кушать, вам будет не очень комфортно. Ну, представьте себе, что вы ложкой деребаните там большой кусок хлеба. Ну, например, даже половинку этого. Неудобно же, согласитесь. Крутоны намного комфортнее. Да, куда удобнее взять маленький кусочек. Да, вот так вот. И такими вот кусочками. По одному сантиметру в среднем. Оливковое масло. Две-три столовые ложки. За тебя в цирке выступать. Включайте духовку. 200 градусов. Запекаем в среднем 10 минут приятного золотистого цвета. У меня прошло 8 минут. Итак, крутоны наши практически готовы. Но это еще не все. Добавляем сыр гуриер. Пока они горячие, да? Да, да, да. Можно, чтобы распалился сыр. Но мы их сейчас отправим в духовку еще. Да? Да. Сыра добавляйте столько, сколько хотите. Сколько вам нравится. Сырные крутоны – это волшебство. Два зубчика чеснока. Вот это не жалеешь сырка? Нет, нет. Это же самое вкусное. Отправляем в духовку еще буквально минутки на 3-4. Смотрите так, чтобы у вас не подгорели крутоны. Но и в то же время сыр расплавился. У меня прошло полтора часа. Открываем крышку у нашего бульончика. Чем дольше мы его поварим, тем вкуснее будет наш бульончик. Шикарно. Ну как, да? Ох. Мамма миа, мамма миа. По-другому не скажешь. Запах чеснока, да? Вообще. Супер. И сыра тоже. Можно так в телевизор смотреть, детям приготовить. Да, я лежу мужикам к пивку. Мужикам к пивку, да. Ну, ребятки, вот наши чесночные крутоны с сыром Груер. Ну, или с тем сыром, который у вас есть. Не стесняйтесь использовать любой сыр. Ой, вкуснятина-привкуснятина. Надо попробовать. Ты удержался? Ммм. Ммм. Шикарно. Съемку грузим. Попробуй, пожалуйста. Ой, да я вообще от них в восторге. А никогда настоящее есть, от них отдаваться невозможно. Так и есть. Друзья, по поводу бульона. Помните, да? Все время снимайте жир. Он нам не нужен. Потому что наш супчик, который мы сейчас уже начнем готовить, в принципе, он сам по себе будет жирный. Потому что мы будем использовать сливочное масло. Приготовьте хорошее сливочное масло. Нам понадобится в среднем 75-80 грамм. Луковый суп. Многие повара делают его из обычного белого репчатого лука. А я предлагаю вам сделать на основе красного. Ну, конечно же, ребята, если у вас красного лука нету, не надо париться, делайте просто обычный белый. Но красный лук, он слаще. У него, знаете, лучше и интереснее вот вкусовой обертон. Поэтому все-таки, если есть возможность, найдите красный лук и приготовьте. Для нашего супа нам нужно будет 1 килограмм 700 грамм лука. Не нужно пугаться. Дело в том, что во время карамелизации лук варится и ужарится практически втрое. Пошел наш лук. Добавляем сразу сюда столовую ложку соли. Не бойтесь, потому что у нас с вами бульон не соленый. Столовая ложка коричневого сахара тростникового. Закрываем крышку. Делаем минимальный огонь. Тушим лучок в среднем 20 минут. Зачем нам это нужно? Нам нужно, чтобы при низкой температуре лук максимально отдал всю свою влагу. Прошло 20 минут. Смотрим, сока очень много. Лавровый лист больше нам не нужен. Убираем. Добавляем температуру. Теперь будем его карамелизовать. Нам нужно, чтобы вся эта влага полностью испарилась. Будем делать из лука джем. Прошло минут 10. Видите, как кипит? Максимальный огонь. Все время делайте вот так вот. По дну как бы, да? Да, 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 да. Как бы снимаем слой там нагара такого вот. Да, карамелизации, да. Так, чтобы он у нас не подгорел. Вот, видите, что происходит? Вот, вот, вот. Видно пленочку? Да, пленочку. Вот каждый раз ее снимайте. Карамелизации. Вот так вот. Видите? То есть не оставляйте лук вообще без присмотра. В принципе, этого уже достаточно. Уменьшился в три раза? Ну, конечно. Если не в четыре. Я попробую. Так, добавлю еще ложку сахара. В каком-то смысле это будет такое между супом пюре и, ну, какой-то такой похлебкой. А тот, кто готовит французский луковый суп и там лук вот плавает, явно видно структуру его, он хрустит на зубах. Это неправильно сваренный суп. Следующий момент. Вино. Красное вино. Стакан. 250 миллилитров. Это может быть мерло, шира или каберне. Кислое и дешевое вино лучше не используйте. Уже, в принципе, ребята, идем к финишу. Красиво, да? Очень. И запах необычный, согласись. Да, запах очень аппетитный. Невозможно просто удержаться, скорее попробовать его. Но и цвет богатый. Да, цвет богатый. Да, да, да. Сделали огонь потише. Даем повариться супчику еще минут пять. Нужно, чтобы выпарился алкоголь. Ну, вот наш замечательный бульончик. В итоге три с половиной часа. Ну, вот посмотрите, какой цвет. Прелесть, да? Очень красивый. Ароматный. Как понять, что ваш бульон именно тот самый? Попробовали. Если чувствуете, что губы ваши липнут, это оно. Очень красивый. Да, да, дентарный. У меня эта кастрюля пятилитровка. Смотрите, от лука практически ничего не осталось, да? Делаем один к одному. Так. Посмотрим. Он не должен быть сильно густой. Ну, отлично. Отлично. Можно еще чуть-чуть. Все, достаточно. Этот бульон можете использовать для других супов. Если вы уварите его еще в два-три раза, у вас получится соус жжу. Так. Теперь доводим щепотка черного перчика. Соли достаточно. Сахара достаточно. Я доволен. Доводим до кипения. Варим еще буквально, ну, вот пять минут, не больше. Так, чтобы уже, скажем, наш бульончик, венцо, все-все-все-все обменялось вкусами. По сути, луковый суп французский, да, он должен быть вот такого коричневатого цвета. Он не может быть цвета янтаря, например, там, или желтоватый. Нет, это все неправильно сварено. Классика. Вот именно темный суп. Вот так, как писал Александр Дюма. Вот он должен быть именно такой. Никакой другой. Наш суп готов. Следующий момент. Его нужно довести. Включайте духовку на 250 градусов. И сейчас мы с вами будем его гриловать еще. Французский луковый суп. Давайте пробовать. Интересно вам? Ужасно. Хорошо. Очень давно интересно. Хорошо. Как здесь все мягенько. Сырная племеночка. Боже, что мой. Боже, что мой. Ну, ребята, вот. Вот она история прекрасная. Ну, давайте посмотрим. О-о-о. Тот, кто любит интересные блюда. Тот, кто экспериментирует. Не просто ест колбасу докторскую с яичницей. Конечно, это не ваша тема. А тот, кто любит кулинарию и ищет новые вкусы. Вот это, ребята, очень и очень интересно. Ну, Анютка, давай ты их попробуй. Только не такой большой кусок. Ну, конечно же, нет. Ну, давай, попробуй. Так, тихо. Вкус настолько интересный. Я даже боюсь, что я слов не найду описать вам. Надо сказать, что... Не поймешь сразу... Из чего это, да? Из чего этот суток. То есть, сразу сказать, что это луковый, не скажешь. Он очень богатый, многогранный вкус. Да, да. И этот сыр, эти сухарики. И хорошо, что мы не использовали белый хлеб, потому что он бы совсем... Конечно, конечно. То есть, чапата там, как там и была, очень вкусная. Мне понравилось. Шикарно, шикарно. Вот этот супчик настоящий эликсир для тех, кто хочет вылечиться от пахмелья. Да, да, да. Потому что он очень плотный. И наваристый бульончик. Плюс лук, конечно, и все остальное. То есть, это история действительно вот для кулинарных экспериментаторов, для людей, которые ищут новый вкус. Открытый к новому вкусу. Да, открытый к новому вкусу. Ну вот, на сегодня мы приготовили еще одно интересное блюдо. Надеюсь, что оно вам понравится. Вы попробуйте его приготовить. Обязательно напишите свои впечатления, комментарии. Мне очень интересно, как вы отреагируете на новый вкус. Это, конечно, не больше. Надеюсь, что вам было интересно. Вы нашли для себя что-то новое. На сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие.